Бисмиллах, ахмдуллиллах, салату саламу аля Расуллиллах, аля али и асхаби, амин аля маба. Продолжаем разбор вопросов, которые касаются продажи деревьев, а также плодов, также земель, домов и тому подобное. Говорит, это Аббараба, дуннахад, дунаба. Если продавец опылил некоторые пальмы, рощи или свои плантации, и некоторые из них не опылил, то есть, допустим, половина рощи оказалась опаленной, а половина рощи оказалась неопыленной, и деревья он эти продал, то кому остаются плоды? Говорит, Мазабу Ахмад, у аксари асхаби, анна ма уббера лильбая, у амадами вакбар лильмуштари, лиллах и лилхадис. Первое мнение в этом вопросе, это мнение Мама Ахмада, а также большинства ханбалитов, заключающееся в том, что те пальмы, которые опылил продавец, плоды остаются ему, а те пальмы, которые он не опылил, плоды переходят к покупателю. И основывались в этом приверцы первого мнения на внешний смысл нашего хадиса, то есть тех хадисов, которые у нас в главе, которые говорят о том, что если пальма была опылена, то плоды остаются продавцу. Если она была не опылена, и пальма была продана до ее опыления, то плоды переходят к покупателю. Говорит, Охали ибн Мухаммед, аль ханбали, и второе мнение в этом вопросе, которого придерживался ибн Мухаммед, аль ханбали, аль куль лильбая, сказал то, что все плоды остаются продавцу. Говорит, Охали ибн Мухаммед, и это мнение Мама Шафии также. Какая у них аргументация в этом? Говорит, Хатта ла юаддя и ла лидрар би ищеракил айди фил густар, для того, чтобы не получилось вреда от того, что одна и та же роща или одна и та же плантация, сразу два владельца относительно ее плодов. Говорит, Фаюджа аль ма лам юаббар, таба ан лима уббира. Сказали, поэтому то, что не было опылено, следует за тем, что было опылено в постановлении. Ухадрад жиха аль лама ибну асаймина, аль кавлюл ауаль, говорит шейх Хаммад ибн Хизам, и шейх ибн Асаймин в этом вопросе выбрал мнение первое. Лиза ир аль хадис, потому что именно за него свидетельствует хадис пророка, саляллаху али вассаллама, и это мнение действительно является верным. Нам нет проблемы, если в каком-то саду, или относительно какой-то рощи или плантации, сразу два человека будут владеть плодами. То есть, один владеет плодами одной части, допустим, плантации, а другой владеет плодами другой части плантации. В этом нет ничего страшного, а тем более если пальмы отличаются одна от второй. И при продаже известно, какие пальмы конкретно были опылены, а какие опылены не были. Поэтому то, что опылил продавец, эти плоды он заберет в себе после того, как они созреют до конца. То, что он не опылил, и те плоды, которые появились на неопыленных пальмах им, то их возьмет кто? Покупатель. Это по более правильному мнению в этом вопросе, за который свидетельствует хадис пророка.